Здравствуйте! В эфире телеканал ННТ Новости Дагестан, в студии Льмира Зубаирова. И в начале коротко о главном. В Ульяновске задержан экс-директор ДСК в мэрии Бунакска обыски, а на недобросовестных застройщиков в Махачкалы возбуждено уголовное дело. Подробности всех трех криминальных историй расскажем скоро. Условный пожар, эвакуация пострадавших и самоутушение огня. О командноштабных учениях МЧС расскажем в выпуске. Обеспечены всем необходимым. Сергей Меликов лично проверил условия проживания беженцев из Палестины. В Ульяновске задержан бывший директор Дагестанской сетевой компании Муртазали Гитина Сулов, ныне возглавляющий Ульяновские городские электросети. Следственный комитет по Ульяновской области без уточнения деталей уголовного дела сообщает, что задержанный подозревается в превышении должностных полномочий. По данным силовиков, Гитина Сулов заключил несколько договоров с посторонней организацией, которое повлекло за собой причинение ущерба предприятию в 15 миллионов рублей. В администрации Бунакска прошли обыски. Причиной спецмероприятий стало уголовное дело о халатности. Оно было возбуждено после недавнего нападения бродячей собаки на 15-летнего подростка. Следователи изъяли необходимую документацию и должностные инструкции работников администрации, которые ответственны за отлов и содержание бездомных животных. Уже установлено, что было совершено не менее трех нападений бродячих собак на жителей города. В рамках расследования уголовного дела всех потерпевших допросили. Дело вокруг комплекса проблемных многоэтажек в Махачкале по адресу ЧКЗК-37, о котором наш телеканал снимал сюжет, сдвинулось с мертвой точки. Следком по региону возбудил уголовное дело о превышении должностных полномочий в отношении неизвестного пока круга чиновников столичной мэрии. По версии следствия, сотрудники администрации города знали, что возведение многоквартирных домов на данном земельном участке не предусмотрено. Несмотря на это, они незаконно издали два документа, по которым был изменен вид использования участка и разрешено строительство комплекса девятиэтажных новостроек. По данному факту проводятся следственные мероприятия. За текущие годы в Дагестане произошло множество происшествий, которые привели не только к потерям имущества, но и самого главного – жизни. Поэтому немаловажную роль играет то, насколько быстро и качественно будет проведена эвакуация людей. В связи с этим пожарно-тактические учения прошли в одной из больниц Махачкалы. Подробнее в сюжете Камилы Мехтихановой. Согласно сценарию, пожар произошел на втором этаже в здании больницы. Необходима срочная эвакуация находящихся там людей. И тут крайне важна быстрая реакция и слаженная коллективная работа спасателей. Прибывшие по сигналу пожарные подразделения приступают к разведке и тушению условного сгорания, одновременно спасая оставшихся зданий. Некоторых из них пришлось эвакуировать даже из окон. Огнеборцы успешно ликвидировали пожар и эвакуировали людей из здания. На улице пострадавшие также прошли небольшое медицинское обследование. К данным учениям было привлечено 8 единиц техники и 40 человек личного состава. Провели пожарно-тактические учения на здании первой городской больницы. В ходе учения были отработаны действия подразделения пожарно-спасательной охраны по эвакуации, спасению людей и действия по тушению пожара. Задачи поставлены, отработаны все вопросы, выполнены, цели учения достигнуты. Такого рода тактические учения проводятся регулярно. Отработки слаженных и оперативных действий личного состава в МЧС региона уделяет особое внимание. Камила Мехтиханова, Магомед Магомедов, Новости ННТ, Махачкала. Глава Дагестана посетил одну из баз отдыха в Махачкале, где в настоящее время находятся беженцы из Палестины. Сергей Меликов осмотрел медицинский пункт, жилые комнаты и учебный класс для детей, где они уже изучают русский язык. Напомним, в нашу республику тремя группами с 25 по 27 ноября прибыли около 150 палестинцев, большинство из которых женщины и несовершеннолетние. Их обеспечили всем необходимым горячим питанием, теплой одеждой, сотовой связью и интернетом. Женское мероприятие «Вечер Дуа» в Каспийске провел коллектив Совета имамов города. Мероприятие было организовано по многочисленным просьбам жительниц Каспийска, которым хотелось собраться, услышать наставление богословов и помолиться за мир в Палестине. Без ее желания не захотела противоречить отцу и вышла замуж. Сердцем она не приняла его как мужа. Считается ли такой Махар действительным? Грех есть или нет? Махар считается действительным. Отправленная эта гнев, что зависит от моральной составляющей мужа и почему она его не взлюбила. В течение всего мероприятия участники читали молитвы за жителей Палестины и за мир на их многострадальной земле. Очень прекрасное мероприятие. Я посетила его. Я очень благодарна Всевышнему за это мероприятие, всем нашим алимам, которые проводят эту работу. Пусть Всевышний будет доволен им. Я первый раз на подобных мероприятиях и я в восторге, честно. Вообще я считаю, что такие мероприятия должны чаще проводиться, потому что это очень интересно. Это очень познавательно. И даже вот сидя слушая вопрос, который задают, очень много ответов для себя находишь. Финал республиканского конкурса чтецов и хафизов Корана прошел в селении Дылым Казбековского района. В предварительном отборочном этапе участие принимали 300 дагестанских хафизов. Из них 35 человек прошли в финал. Победители в каждой номинации конкурса наградили ценными подарками. Учитывая, какая сегодня молодежь, глядя и разбираясь в тех проблемах, которые находятся в молодежной среде, и ты видишь молодого парня, который расставил все, изучая Куран и участвует в таком конкурсе, конечно же, бывает очень приятно. Заместитель Муфтия Дагестана Абдулла Салимов поздравил финалистов конкурса и передал им приветственное слово от имени шейха Ахмада Афанди. На этом у нас все. Смотрите нас также в социальных сетях. Всего доброго. До следующих встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин